Александр, приветствую вас там, в Калининграде. Как погода? Как всегда идут дожди. Понятно. Хорошо. Я хотел спросить. Мы все время уточняем, уточняем, как же все-таки язык, чтобы он не работал, растаял, успокоился, чтобы сразу перейти на нулевое состояние, и поэтому прошу еще раз, Александр, немножечко подробнее, чтобы все поняли. Вы знаете, уже давно все поняли, главное, чтобы я понял. Я тогда задал вопрос, ну я пытаюсь сделать, но когда я... Да нет, 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 я шучу. Я понял, юмор приветствует. Когда я сам пытаюсь, чтобы язык растворился, как бы, да, в этот момент я действительно погружаюсь, но я точно так же погружаюсь, когда я представляю, что палец пошел, или вот я недавно представил, что я держу пистолет матчевый в руке, я раньше стрелковым спортом занимался, и представляю, что у меня палец на руке, на руке, и вот я держу ровную мушку, и плавный спуск, как говорят стрелки, и в этот момент раз, палец нерзнулся. Я и в этот момент тоже погрузился. Но вот чем отличается, чем отличается, вот это вот важно. Вы знаете, я сейчас вот понял то, что мы с вами перед этим поговорили, хорошо вы мне подсказали, как лучше это, как это делается. Так вот, я все думал, почему вот, когда я вот объясняю, или я рассказываю, многие, у одних получается, у других не получается. А потом, то, что вы мне подсказали очень хорошо, когда вы сказали, как с рукой, помните? Да, то есть, когда напряг руку, запомнил, потом расслабил, запомнил, и вот точно так же представил себе, что у тебя язык напряженный, а теперь расслабь ее, так как руку расслабляй. А теперь, вот да, а теперь мы придем, как это делается. Многие думают о том, что какую-то букву приставлять. Нет, я не приставляю, потому что я уже делаю механически это, как бы сказать, уже постоянно, постоянно. Попробую, спрягаешь и расслабляешь, да. А теперь вот смотрите, конечно, если, например, приставлять, то можно и букву «ы», и там, и там, и всякое приставлять. Я делаю это механически, физически, как бы сказать. То есть, посмотрите внимательно. Вот когда мы говорим, говорим, и у нас идет какая-то мысль в голове, у нас идет, и язык двигается. И вот когда двигается, я его не представляю, а его расслабляю. Вот как руку взял и расслабил. Как руку расслабляешь? Да, да, вот смотрите, как руку расслабил. И теперь вот посмотрите, когда вот возьмите, вот так вот руку расслабьте, и попробуйте пошевелить вот эти вот, когда она расслаблена. Это очень трудно. И вот когда только у меня идет какая-то, я расслабил, и я хожу, у меня останавливается полностью диалог внутри, диалог. Смотрите, вот я его не, еще раз говорю, не представляю, а расслабляю. Напряг, вот я делаю, напрягите язык, а теперь вы его возьмите и расслабляйте, не мысленно, а физически, как бы сказать. Ощущения. Да, и прямо вот я беру и расслабляю его. И все, и вот он был у меня в комочке. Расслабляю. Как кулак, как кулак, да. Как кулак расслабляю. Да, вот, как кулак. Вот мы его сжали. Языку, и теперь, а его надо как-то держать ровно, или прижать к небу, или вниз. А это как хотите, это как вам удобно. А теперь возьмите, напрягите и расслабьте его. Механическим путем. А, вот, напрячь язык. Да, и расслабляйте его. Ну да, вместе с языком я сам начинаю расслабляться. Вот. Теперь я иногда думаю, почему. Вот, задают вопросы. Я могу целый день ходить со слабым языком. Вы знаете, я иду и расслабил его. Вот, расслабил язык. Не умственно, а вот. И вот смотрите. Вот я с вами сейчас разговариваю нормально, да. А теперь беру немысленно, еще раз, расслабляю язык. Теперь я разговариваю. Я не могу говорить, понимаете, да. Потому что, вот, взять, как еще раз показывал, рука. Вот она расслабленная вся. Попробуйте ее пошевелить. Это невозможно. Ей надо напряться, а потом только шевелить. Правильно? Да. Вот она, вот она, вот она, расслабленная рука. Вот. И ее очень трудно. Вот тоже самое у меня язык. Было напряжение, видите. А потом я его беру, беру, беру и расслабляю. Физически. Все. Давай мы попросим наших участников, нашей школы, чтобы они там написали, кто может расслабить, кто не может расслабить, чтобы мы поняли, понятно ли это объясняется. Я вот вспомнил сейчас совершенно по случаю, пока есть еще время, потому что я должен сейчас за рукопись, за рукопись в издательство, и поэтому 3-4 дня я очень занятый, да. Ну, сейчас еще есть 2-3 минутки, я вспомнил вот этот опыт такой раньше одного гипнотизера, который проверял, насколько человек может расслабиться. Он говорил, положите руку на палец и расслабьте руку полностью. И вот люди сидят и расслабили руку как бы полностью. А потом он говорит, выдернули палец, а рука стала застывшей. Как же вы расслабили? Да. Вот представляешь, как проверяется легко, да? Расслабил или не расслабил? Потому что если выдернул палец, рука-то должна упасть. Должна упасть. Потом получается, якобы они расслабили, а на самом деле не расслабили. Или они на самом деле потом мгновенно напрягли. Тут не поймешь. Но мне кажется, что не расслабили. Не расслабили. И он учил их расслабляться именно таким образом. Полностью расслабьте руку. Расслабьте, расслабьте, расслабьте. И когда они действительно, реально вошли в смысл этого слова, расслабили руку так, раз и она падает. То есть вот надо понять вот это расслабление. Вот когда еще раз, смотрите. Я с вами разговариваю хорошо, правильно? Да. Теперь я беру, вот он у меня сжат. Ну вот сжат, прямо как комок. Вот это происходит. А теперь я его беру и расслабляю. Расслабляю. Давай спросим, все-таки, Саш, спасибо тебе огромное. Давай все-таки спросим, у кого как получается, если нужно, еще раз отработаем. Насколько я понял, это очень важный прием. Для того, чтобы быстро от стресса переходить. А вы знаете, да, почему? А потом ты еще расскажешь, как ты его... А еще один такой. ...в этот момент, чтобы получать ответы на этот вопрос. А как вы, как работаете, работаете по сознанию? Да, 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 это мы потом. Это мы потом еще раз... Обнимаю. Спасибо, Саша, спасибо. До встречи. До встречи. До встречи, друзья, кто как может язык расслабить и что при этом происходит. До встречи. Потому что это...